Подъем в 4 утра, 12-часовой рабочий день. Не каждый взрослый справится с таким графиком обо времена Великой Отечественной войны. В таком режиме жили в тылу недавние подростки. Даже не успевшие окончить школу. Среди них был и наш земляк Алексей Федорович Ульянов. Родом из села Федоровка Богатовского района. Сначала мы даже не поняли, что это значит. Война началась, вспоминает Алексей Федорович. А потом пришел голод и холод. 12 лет он уже работал наравне со своими односельчанами. Я как-то рано, что ли, возмужал. И по комплекции своей был такой крепкий. И меня бригадир назначил на женейку. Потому что там справлялся только мужчина. И женщина крепкая тоже справлялась. Но женщина слабее. И она решила меня назначить на это. И работал я на этом. Рабочий день был до светового дня. А вечером трудились на своем приусадебном участке. У каждого дома был участок. Примерно полгектара или все. Вот копали вручную лопаты. Потом со временем, когда забрали всех лошадей на фронт. И людей, и лошадей. Стали обучать своих коров. И вот с помощью коров пахали огороды. Товарищи, наша страна сейчас переживает тяжелую годину. Враг стремится вперед к жизненным центрам нашей страны. Фронт с каждым часом, каждой минутой предъявляет новое требование к нашему тылу. Обязанность рабочих, служащих, толхозников сейчас заключается в том, чтобы снабдить наши действующие части всем необходимыми материалами, нужными для разгрома гитлеровских банд. Не замечали мы никаких... Все равно молодость свою брала. Все равно вечером выходили на луг. И мама, она очень безграмотная, она не умела писать, не умела читать. Но деньги она умела считать и руководить хозяйством. Она пережила голодовку в 21-м году. Она, я говорю, знает, что это такое. И надо очень бережно относиться к хозяйству. Во времена войны, говорит Алексей Федорович, для фронта отдавали буквально все. Себе оставляли лишь самую малость. Если есть корова, 100 литров молока со двора. Если куры, 100 яиц нужно отдать. Сельчане обеспечивали потребности не только фронта, но и всего советского народа. Их вклад в победу над фашистами был действительно огромен. Весной в посевную нужно было сеять. Тоже это запрягаются три лошадки, и ей управляют. А вот рулевой, как молодой, это весной при посадке. Значит, в уборочную, на уборке хлеба, значит, зимой, зимой уже, вот эти снопики свозили в шкирды. Такие у нас были большие рыги, они как бы закрытые от дождя. Потом молотили, молотилка была, трактор был в колхозе, старенький, универсал. Вот он вращал, и производили молодьбу. Все для фронта, все для фронта. Ничего не оставляли, оставляли только на семена. И малость на трудодни выделяли, не было там денег, а каждый день трудодень. И вот сколько трудодней ты выработал, на эти трудодни выделяли немножко зерно отработанное. Треничины работали как лошади. Вот мама моя, она работала, из шкирды складывала. И, ну, работали, колхозную работу. Женщины очень работали, денно и ношно тоже. Такого, чтобы вот там проработал 12 часов, и все. Не было такого. Проработал 12 часов в колхозе. На своем участке надо тоже что-то обрабатывать, вырастить что-то нужно, обработать. Труд в тылу меня научил трудиться. Это основное, потому что у нас там свободного времени не было. Мы трудились, трудились, трудились. День работали на колхозе, вечером работали на своем огороде. И, ну, таких вот... Ходили только в школу, вот это нас развлечение. Труженики тыла, женщины, дети, старики заменили мужчин, ушедших на фронт. Им пришлось осваивать трактора, комбайны, выполнять ремонтные работы. Именно они возглавили бригады, фермы и колхозы. Несмотря на недоедание, лишение, неустроенности быта, благодаря своей героической стойкости, труженики тыла добились увеличения материальной базы. Все они делали для фронта. И ради победы. Я только потом понял, говорит Алексей Федорович, что с этой работой не каждый взрослый мог бы справиться. А я тягал на себе тяжести в 12 лет. Хочу или не хочу, такого не было. Шла война, и надо было работать. Уже потом, после войны, Алексей Ульянов женился. Моя, значит, жена будущая, вот, она с моего тоже года, она за мной ходила, вот, вязалась на опеки. Ну, и ходили вечером, там, любовались. Она была, как бы сказать, красивая. Ну, и я был такой же первый парень по деревне, а деревня, вот, один дом. Женился я, вот, по любви. Срастная любовь потом была. Ужас, ты прям. И так и женился я. И не жалею. 66 лет мы прожили. 66 лет в браке. В 49-м году приехал в Самару. Устроился в завод. Специальности меня никакой не было. Образование, 7 классов. Вечером ходил в школу, а днем работал. А тут женился. Квартиру в то время очень сложно было с квартирами. Начался строить металлург. Я на Фрунзе работал в первое время, завод Фрунзе. Там проработал 9 лет. Потом на металлург стал строиться. Я узнал. И с женой вместе мы устроились на металлург. И вот на металлурге проработал 45 лет. Никуда не ездил, никуда не ходил. Кем вы были на заводе? На заводе у меня был вначале простым слесарем. Потом я учился в техникуме, вечером учился в техникуме. И основная работа у меня был прессовщик на мировом прессе. Пресс мировой. Усилием 75 тысяч тонн. Беседуя с Алексеем Федоровичем, спрашиваю его мнение. Достойно ли Самара носить звание «Город трудовой доблести»? На что ветеран уверенно отвечает. В Куйбышеве все это производили, производили, делали все это в Куйбышеве. Самолетостроение, моторостроение. Все это было в Куйбышеве. Поэтому действительно трудовой доблести. Самара достойно звания «Город трудовой доблести». К акции по сбору подписей может присоединиться каждый. Голосование на сайте samaradobleсть.rf Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»